Приветствую вас, уважаемые подписчики, меня зовут Эдуард Чернышев, это WhiteBet, культура ставок на спорт. Сейчас вашему вниманию будет доступен просмотр видео из закрытой группы, как раз таки свежие, за вот эти вот выходные, которые у нас были, суббота, воскресенье. Хочу еще раз уточнить для тех, кто не понял или не знает. Эти видео являются разбором матчей, и люди, которые находятся в закрытой группе, видят их до того, как они начинаются. И выбирают для себя самый максимально понятный для них вариант, идею ставки по своему усмотрению. То есть не на все матчи, только на те, которые им понятны, только на те, которые они могут посмотреть, и на те, которые им интересны. То есть по собственному усмотрению. Так вот, и хочу сказать еще, в ближайшие пару недель я не буду публиковать видео, потому что я в конце этой недели уезжаю, в дни, так скажем, на 10, и я немножечко приболел, есть у меня проблемы со здоровьем, сейчас я буду все это решать. А вам приятного просмотра, и пишите в комментариях, возможно, вы разбирали те же матчи, или какие-то у вас другие были очень интересные варианты. Приятного просмотра. Так, первый матч у нас в списке нашего Майскора, это Челси-Вотворд. Что я вам здесь хочу сказать? Смотрите, Челси провел крайне неудачно три последних матча. Это против Манчестера Сити, поражение, которое, в принципе, можно понять. Потом они проиграли Кристал Пелос, чего, понятное дело, мало кто ожидал. Но все-таки Челси это сделали. И далее у них была игра против Ромы, где они забили два мяча первыми. Луис и Азар забивают, но потом пропустили три. И Азар все-таки забивает еще один, и поэтому еще три-три. То есть они не смогли удержать преимущества, которые сами же создали. Но самое-то главное, что они пропустили во всех этих матчах. Один, два и три мяча. Далее. Уотворд. Что мы знаем про Уотворд? Мы знаем то, что они находятся на одну позицию выше, чем Челси. То есть в зоне Лиги Чемпионов. Они, наверное, сами в шоке от того, когда смотрят это все через интернет. Думают, как это так вообще работает. Но, тем не менее, это правда. Что я хочу предложить? Рассмотреть сегодня гол Уотворда. Потому что коэффициент, понятно, это будет очень большой. То есть тот у больше одного, тот у больше 0,5. Ну, как там, кому нравится. Вот. Потому что Уотворд забивает, как мы сами понимаем, тем, кому нужно, собственно. И поэтому это позволяет им находиться на четвертой позиции. А Челси сегодня вынуждены будут играть на максимум. Плюс у них нет двух футболистов. Это Ангола Канте и товарищ Моузес. Соответственно, расстановку придется Челси поменять. Антонио Конте и поставить, как он это обычно делает, Давида Луизов на место Канте. И там у них получается... В общем, что я сейчас покажу, чтобы вы поняли. То есть мы видим три центральных, пять полузащитников. То есть товарищи Цапокосту, который он купил, который сейчас как раз-таки играет вместо Моузеса. Ну, Алонс Маппи слева, Бакаюко, Фабрегас и Луис вот здесь. То есть если бы был голоканте, то расстановка была несколько бы другая. И Криссонсон бы сидел бы на скамейке вообще бы при таком раскладе. Вот такой момент. Ну и Азар плюс Марата, либо там другие какие-то комбинации здесь будут играть. То есть сегодня будет, скорее всего, то же самое. На поле мы увидим от Челси. Но не суть. При этом при всем Челси пропускает. И Уотфорд совершенно спокойно, совершенно возможно, сегодня может забить кол. Поэтому это стоит рассматривать. Безусловно, это не основная ставка. Это что-то такое второстепенное на небольшие деньги. Но, тем не менее, это имеет место быть, как мы сами видим сейчас. Потому что, допустим, Челси Уотфорд, да, но Уотфорд находится, опять же, на четвертой строчке, а Челси на пятой. И забитых мячей у них одинаковое количество. И поражение у них на два целых меньше. Вот. И это не какой-нибудь там Саут Гемптон, Суонс, Эвертон, что-то такое, такой коэффициент. А на Уотфорд, а мы видим, где он находится. То есть это интересно, как минимум, и нельзя это игнорировать. Манчестер Сити Бёрли. Здесь ситуация, знаете, какая? Здесь коэффициент вообще гигантский. И, ну, мы сейчас смотрим на игру Манчестер Сити и понимаем то, что, ну, я не знаю, что должно случиться, чтобы, допустим, они проиграли. Это либо какая-то невероятная игра от Бёрли сегодня, ну, просто чудовищно невероятная. Либо чудовищное невезение в сторону Манчестер Сити. То есть бывает такое, что команда, так скажем, топ, но у них какие-то проблемы, и поэтому они там проигрывают, и еще что-то у них там бывает. Даже при их там максимальном составе. Там, на Реал Мадрид, вспомните про Ребетиса. Та же самая ситуация. Вот, но на данный момент нету такого вот дисбаланса. То есть Манчестер Сити, кажется, силы непоколебимые. Да, вполне вероятно, какой-нибудь отскок пенальти, что-то там, не знаю, удар по воротам может, да. Но это слишком. Слишком из области какой-то фантастики, что ли. То есть если как-то гол у Отфорда, он сам по себе напрашивается, он какой-то понятный, да, то гол у Бёрли тоже, ну, просто возможности, мне кажется, на этом меньше будет у Бёрли, нежели чем у Отфорда против Челла. Сток Сити тоже сыграл достойно. Пропустило 7, конечно, но забил 2, опять же. Но я, короче говоря, не хочу в это влазить. Нью-Кассел Юнайтед против Кристал Пелос. То есть, понимаете, там гадать приходится. То есть, а вдруг они вдруг, а вдруг они вдруг, а я этого не люблю. Кристал Пелос, как вы знаете, поменял тренера, а сейчас у них тренер Роль Ходжсон. Я не знаю, говорит ли вам это о чём-то или нет, но не суть. Факт того, что Кристал Пелос пусть и с автоголом, но тем не менее победил и забил вообще, да, Челси в прошлом матче. Сегодня что будет в Кристал Пелос мы вообще не знаем, потому что их игра крайне странная. Плюс нету Бентеки с Суикомом, а это главная атакующая сила команды. Боу. Дальше. Сток, Сити, Бортмут. Две команды, которые находятся внизу турнира таблицы, у которых также есть проблемы. Огромное количество пропущенных мячей. На обе забьют я бы здесь рисковать бы не стал, как мне кажется. Опять же, потому что здесь гостевая команда, Бортмут, 4 забитых мяча, мало ли. Опять же, слишком мало. Форма нулевая. Неизвестно настолько. Коэффициент, конечно, позволяет это рассматривать, но я этого делать не буду сегодня. Правда. Зачем вымучивать? То есть я не вижу какой-то явной линии, за которую стоит зацепиться и развивать здесь. Поэтому не стоит это делать. Суанс и Лестер. Та же самая ситуация, как и с Кристалл Пэлэш. Потому что Шекспира, это тренер Челси. Тренер Лестера, его уволили. Сейчас там другой человек работает. И по непонятным причинам не стоит рассмотреть. Ну, в лаве может быть, да. Но до матча никакого смысла это не имеет. Хадросфилд, Манчестер Юнайтед. Опять же, то есть мы тут скорее всего маленький коэффициент на Манчестер Юнайтед. И они должны будут побеждать сегодня. И поэтому зачем это? Это мало. Сауф Гемптон, Вес Бромбич. Здесь ситуация крайне интересная. Объясняю почему. Посмотрите на коэффициент Вес Бромбича. То есть это больше пятерки. То есть это очень много. И посмотрите на позиции, на которой находятся эти обе команды. Это непонятно. То, что у них, допустим, по голевым моментам у них одинаково все. Имеется в виду по забитым и пропущенным мячам у них одинаково все. У них одинаково, кажется, побед. И в принципе играли-то они против каких-то соперников. Давайте я вам сейчас покажу. Играли Лестер 1-1. Уотфорд 2-2. Проиграли Арсенал нормально. По нулям сыграли с Уэстхэмом. И проиграли Брайтона. Окей, это все понятно. То есть все эти матчи, они абсолютно понятны. И вообще здесь нет ничего удивительного ни в одном из них. Далее. Сауф Гентон, Нью-Кассел 2-2. Это опять же. Сауф Гентон проиграл Сток-Сити. Вот это как-то странно. Дальше. Сауф Гентон проиграл Манчестер Юнайтед. Это нормально. Там выиграл Кристопелос. Да неужели. Тем более тогда, когда у них совсем плохо все было. Вот. И проиграл Уотфорду. При том же, да, когда то же самое Возбром еще сыграл 2-2 с ними. То есть ситуация здесь абсолютно не на такие коэффициенты. Не на такие. Я не понимаю вообще реально, почему такие коэффициенты. И безусловно, конечно же, в лайве я буду рассматривать Х на Возбром, что 100%. Во-первых, мне просто добивает реально этот коэффициент. Я не понимаю, откуда вот он такой здоровый. И мне нужно будет в этом убедиться. Ну и собственно лайв мне в этом поможет. Далее. Айнтракт, Боруссия, Дортмут. Айнтракт, конечно, молодцы. Товарищи. Да, но тем не менее. Если, допустим, в прошлом сезоне Боруссия, Дортмут очень много забивала, как и сейчас она это делает, но и пропускала много, то сейчас нет. Да, они проиграли 3-2 Лейпцигу в последней игре, но тем не менее, я не думаю, что пока что стоит еще там сильно как-то из штанов выпрыгивать и ставить там на голый трактор. Он вполне вероятен, но здесь нужно ставить тотал больше полтора, мне кажется, чтобы был хороший коэффициент, либо же ловить это в лайве. Так что рановато. Аусбург, Ганновер. Здесь ситуация на вам почти опять же маленьких коэффициентов, а по таблице здесь нет. Боруссия, Мюнхек, Гладбах, Байер. Ну, обе забьют здесь интересно, конечно, но только не при таком коэффициенте. Это слишком мало. Тоже вот, видите, как они играют. Тотал больше 2,5, я такую ставку не сделаю, но тем не менее, здесь очень маленький коэффициент. Здесь нет, здесь на какой-то высокий тотал набрать еще что-то. Нет. Лейпциг против Штутгарта. Тут маленький коэффициент, это подстава. Самая настоящая. Гамбург, Бавария. Ну, это очевидно, маленький коэффициент на Баварию и зачем нам надо. Леванта, Хетафи. Давайте посмотрим. Собственно, коэффициенты нас уже устраивают. Дальше. Твердили таблицы. Ладно, давайте позайдем вот так. Это меня очень удивляет. Правда удивляет. Мне это неинтересно. Так. Бетис, Алавис. Интересно. 59. Ну, Леванта, да, в последней игре, вернее, Алавис как раз-таки в последней игре победил. Леванта. А Бетис 8 мячей, думаю, пропускает. Нет. 1.50. Было бы 2, да, но 1.50 мало. Валенсия, Севилья. Да, скорее всего, не будет Нинтонзи, это опорник, но, блин. И Валенсия, Севилья пропустила 5 мячей от Тапартака. Програла Атлетику. Атлетик. То есть, Атлетико проиграл и Атлетик тоже проиграла. Да, за Родриго, но они-они-они-они-они трамвированы. Да, я бы рассматривал нулевую фору на Валенсию вот в этой ситуации. Тем более, если не будет Нинтонзи, это хорошо для нас. Так что фору нулевая на Валенсию здесь мне интересно, как минимум. Ну, Барселона мало, но это смешно. Да, то есть, мы видим бум-бум. Вероятно, очень может быть, что Месси оторвется еще больше от всех в таблице бомбардиров. Ну, и туда же еще кто-то придет. Так, Самдори и Кратоне. Давайте посмотрим на коэффициенты, убедимся в том, что он маленький. Да. И очень интересный матч Наполи против Интера. Очень интересный. Ох, нифига он не интересный. Даже учитывая, что, скорее всего, и не синий, и не сыграет. Все равно такой маленький коэффициент. 947. Ну, это прям как-то оскорбительно, что ли, мне кажется. Ну, это правда оскорбление. Но здесь мало кто задумывается о каком-то таком, знаете, понимании морали и всего остального. Ладно. Спартак Анкар нет, конечно. Франция. Монако Канн. Маленький коэффициент. Нант Генгам. 219. Но здесь ситуация очень интересная. Любопытная, я вам скажу. Даже. Бордо. 1-1. Бордо. Вот они совсем уж прям сумасшедшие ребята какие-то. Но, тем не менее, в гостях они хорошо с ними сыграли. Мецн, ладно. Победили Странсбург. Опять же. Победили Канн. Равную себе команду, в принципе, дома 1-0. И Манпелье. То есть, в принципе, по факту. Нам-то напоминает Престон. Но в чемпионшебе. То есть, аккуратненько поднимается по турнировой таблице. Пока что еще. То есть, каких-то совсем уж сбоев они не давали. То есть, они прыгали Лилю в первом матче. Там, так скажем, спорно так все было. И Марселю. Все. Все остальное у них нормально. Даже с Леоном они сыграли на нули. На нули. В принципе, да. То есть, можно рассматривать нулевую фору на Нант. Потому что пока что они, опять же, доказывают, что Клауди Раньери, тренер и вообще, в принципе, команда, учитывая только где они находятся, в каком они чемпионате играют. Ну, это хороший результат. Плюс, видим то, что Генгам из стороны в сторону мотает. Они, собственно, у них всего лишь одна ничья. Четыре поражения. Они проиграли Бордо как раз таки. Леон и так далее. То есть, всем тем соперникам, с которыми Нант сыграл хорошо. Тем более, сегодня Нант играет дома. Мне кажется, они найдут подход к Генгаму и смогут показать себя достойно. Поэтому Нант нулевая фора. В принципе, можно это рассматривать сегодня, я считаю. Дальше. Чемпионшип. Астонвилла Фухон. Где-то 1,70, где-то 1,55. Интересно. Астонвилла 8,4. Фухон, вообще в гостях хорошо играют. Ну, а че они-то-то? Ну, и в принципе, у них много забитых, много пропущенных. Хотя, для 12 игр я не могу сказать, что это много. Ну, в общем, команды очень близки друг к другу, опять же. То есть, здесь нет такого, что против какой-то суперобороны они играют. Либо же там против чего-то там другого. Либо невероятной атаки. Нет, 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 нет. Обе команды, в принципе, равны друг другу по факту. Ну, вот. Поэтому в данном матче я бы рассматривал безобьют. Да, здесь даже, в принципе, не стоит сильно как-то углубляться в этот момент. Потому что, ну, как вы сами видите, в последних там матчах они довольно активно играют, каждый из команд. То, что Болтон не забил, остановили, но я не удивлен. Это кубковый матч. Мидлс, бродавайте. То есть, вот все это можно, так скажем, пояснить. Но, допустим, как там Фулхам сыграл в гостях? С КПР открыто сыграл. С Ноттингем, он с Бёртном сыграл открыто. Здесь Пичтаун, они выиграли. Но я помню тот матч, собственно, здесь. В общем, не стоит удивляться, что это случилось. Потому что они вообще вынесли полностью. Все можно понять. Абсолютно все можно объяснить. Астон Вилли нужно забивать? Конечно, нужно. А Фулхам может забить, да? А он в гостях это делает хорошо. То есть, так что без обидов в этом матче я бы рассматривал. Барнсли, Холл Сити. Ну, ладно, здесь совсем пока что еще ничего не понятно. Болтон, Куинс, Парк Рейнджерс. Чинь-чинь-чинь-чинь-чинь-чинь-чинь. Очень интересно. Но Болтон победил в последней игре. Опа-на. Причем про Шеффилд Уинс, я вам скажу, да? А это АКПР сейчас... Нет-нет-нет-нет. Брэнд Форд Сандерленд. Ну, что, издевайтесь, что ли? Нет, конечно. Бристо Сити Лидс. Вот тут я с коэффициентом согласен. Лидс вообще проваливается. Вот, собственно, о чем мы говорили ранее. Чтобы какое-то странное у них было восхождение. Но коэффициент, опять же, маловато. 1,96. Ну, тут до двух недалеко, в принципе. Да и сильно-то они не отличаются. В плане того, что... Как вам сказать? По забитым пропущенным. Потому что просто Лидс в последнем матче слил. Поэтому, собственно, он здесь и находится. То есть у них форма явно страдает. Даже Рейдингу проиграли. Надо было умудриться в этом-то сезоне. Ладно, в прошлом. Я бы сюда, опять же, не лез. Да, теоретически можно дождаться коэффициента 2 на Бристалле Сити. Да, как-то и там рассматривать этот момент. Ну, давайте все-таки возьмут это, да. Но, навряд ли я сам ставку такую сделал. Вурлахэмптон, Престон. Парам-папам. Вурлахэмптон вышел на чистое первое место. Ну, и молодцы. Победит в Астон Виллу. Победит в Бёртон. Проиграв в Шейфлот Юнайтед. Ну, опять же, прямым конкурентом в гостях можно проигрывать. Банесли победили. Ноттингенфо распобедили. Молодцы, конечно, Престон. Престон. Две игры с ними в ничью сыграли. В Сандерлин. В общем, открыто так, довольно. Такие. Ну, в 1-63 это мало. Это оскорбление. Это мало. Абсолютно мало. Вот. Но. Не стану я лезть в X Престона. Либо в какую-то плюсовую форму у них в этой ситуации нет. Потому что две последних такие вымученные ничьи. Довольно опасные, я считаю. Дорби Каунти Шеффилд Уэйнсдэй. Очевидно, неинтересно. Миддлсбро Кардив. Бирмингем победил Кардив. Бирмингем. Где у нас Бирмингем-то, господи? Что-то я вообще не вижу. А, вот он, господи. Внизу в конце этой тройной таблицы. Собственно, я туда смотрю, его не вижу, блин. Вообще уже ослеп. В общем, Миддлсбро, вы сами видите, как они играют. Собственно, да, у них 15 на 11. Но не суть. У них 17 очков. При том, что не сильно таки отличает забитые пропущенные мячи у Кардива. Но они находятся на второй строчке. Это большая разница. Но Кардив сегодня снова играет в гостях. Снова играет в гостях. И в прошлом матче они проиграли Бирмингем. То есть, ну, нет. То есть, вот оно, как бы, перед глазами. Думаю, что вот, бери ставку там. Да, нет. Все равно что-то отталкивает. Ноттингем Форест, Бертон Арбион. Та же самая ситуация. Какие-то невнятные вообще игры. Непонятно что. Шеффилд Уанн, Уэнсдей. Шеффилд Юнайт, господи, Рейдинг. Я уже реально запутался. Уэнсдей, Юнайтед. Мало. Мало. Мало половины, господи. Вы этого не слышали. Ладно, шеффилд. Опять же, никаких ничьих нет. Так скажем, бескомпромиссные товарищи. Здесь Пштан победили. Ноттингем Форесту проиграли. Варлхамптон победили. Этих тоже победили. Норвичу проиграли. Че попало. Милл Уолл Бирмингем. Ну опять же, ну опять же. Нет. Что это такое вообще? Мне это не нравится. Плэкпул Уиган. Скажи, что ты что с ума сошел, что ли? Нет, я не сошел с ума. Пока что. Маленький коэффициент. Ну ладно, все получается. Праздника не будет, значит. Вторая Бундеслига. Айнтрахт. Бохум. Господи, нет. Хуинн. Господи. Юнион. ЧК Пайплин. Берлин. Ну в общем, здесь можно, да, подождать коэффициенты повыше. Рассматривать победу первой команды. По-другому здесь никак не поступишь. Хольштейн Киэль и Армения. Ну, слишком маленький коэффициент. Ну все получается, товарищи военнослужащие? Все. Блин. Фуфа два мяча забила. Господи. Ну хотя бы третий не забивайте, что ли. Вообще тогда я просто буду расстроен очень. Это будет неприятно. В общем, семь матчей сегодня. Казалось бы. И очень спорно все на самом деле. Почему? Объясняю еще раз. Челси Уотфорд. Челси находится... Ой. Челси находится не в отличной форме. Я бы даже сказал в очень неотличной. Да, если можно так выразиться. Но Уотфорд наоборот набирает обороты. У них все хорошо и получается. Не знаю, с чем это конкретно связано. Но главное то, что это работает. Челси пропускает. Постоянно Челси есть некоторые изменения в составе. И Челси кровь из носу нужна чистая победа. Ну, в плане того, что как бы там 3-1. Хотя чистая победа это 2-0. Ну, без пропущенных. Но я немножечко не так выразился. Я имею в виду, что такая прям победа, чтобы в прессе написали, что хорошо. Чтобы болельщики были довольны. А для этого голы нужны. И игра красивая. Недостаточно будет просто победить на 1-0 кое-как. Этого мало. Ну, то есть, все равно, все, что было в предыдущих трех матчах, это будет сказываться. Опять же, сейчас время такое, что нельзя. Ну, Конте, короче говоря, не Жозе Мауриньо. То есть, он не может так делать. И сейчас он не в той ситуации, чтобы играть как Жозе. В том плане, что играть просто на результат конкретно. Пускай даже это абсолютно неинтересная и отвратительная игра. Нет. Необходимо добиваться результата, но при этом делать-то красиво. Тем более, сегодня. Вот, Отвард. Ну, а соперник для этого довольно сложный. Вот. Поэтому придется сильно постараться. Вот, вот, может забить сегодня вполне Челси. Собственно, это я буду рассматривать в силу того, в силу всех проблем Челси и всех положительных сторон Отварда. Далее. Саул Гентон, Весбромич. Почему я вообще вызвал сюда этот матч? Потому что, странно, очень большой коэффициент на Весбромич. Такого не должно быть. Я вам объясню, почему. Ну, собственно, когда разбирал таблицу и вообще понимание как такового. Команды очень близкие друг к другу по духу. Они очень, как бы, такие, знаете, понятные, да, и очень близкие, короче говоря, еще раз, да. Потому что я много говорю, я устал уже. Так вот. Я считаю, что Весбромич стоит рассматривать сегодня. Безусловно, это интересно, как минимум. И, видимо, что-то не знаем. Или еще, может, состав совсем голый будет какой-то. Этого не знаем. Но это надо посмотреть, когда уже начнется игра, собственно, в 7 часов. Вот. И там уже для себя что-то рассматривать. В общем, я завтра вам расскажу. А моя задача просто обратить ваше внимание на это. Это интересно. Валенсия-Севилья. То есть, по факту, по текущим результатам, Валенсия лучше. Они не отвлекаются, в принципе, никакие еврокубки, потому что они в них не играют. И проблем как таковых у них нет. Все, кто надо в составе, естественно, они сегодня будут на поле, потому что против Севилья играют как-никак. Это же не Малага какая-нибудь. Правильно? Правильно. Севилья проиграла Атлетико. Севилья проиграла Атлетик команде. Севилья 5-1 проиграла Спартаку. То есть, это очень много игр в последнее время. Ну, в принципе, график-то одинаковый. Только на одну игру больше, потому что Лига Чемпионов. Но при этом, это, ну, как бы, многие говорят, что не повезло Севиле, и там очень сильно, что там они 5 мячей пропустили. Скорее всего, да, в каких-то моментах может быть. Я игру не сырел, я не знаю. Но это как результат того, что у Севилья сейчас не все в порядке. То есть, поэтому так и получилось. Отчасти то, что Спартак хорошо сыграл. Но нужно понимать, что в данной ситуации Спартак хорошо сыграл, но Севилья позволила ему так сыграть. Своей некомпетентностью в данном матче. То есть, вот о чем нужно говорить. То есть, она была, так скажем, рассеяна. Ну, 5 мячей просто так никто не пропускает. Они же не играли против, не знаю, Манчестер Сити какого-нибудь, когда, ну, это как бы может быть вполне в каждом матче. Нет, они играли против Спартака. А сегодня играют против Валенсии, которая более сбалансирована. И, собственно, их, ну, победа Валенсии сегодня должна быть. А Фора, благодарю коэффициенты за это, что она просто дает нам два исхода. То есть, по всем показателям Валенсия сегодня, как минимум, должна сыграть хорошо. То есть, ну, на 1-0, на 2-1. То есть, как угодно, но с плюсом в свою сторону. Нант, Генгам. То есть, Нант некий, некое подобие Лестера. Пусть не такое сверхатакующее, но, тем не менее, у них есть результат. У них есть продвижение в таблице. Фора нулевая на них смотрится, да, да. Потому что коэффициент интересный. Нант позволяет себе играть хорошо. Генгам играет, ну, опять же, почти без компромиссов. У них, как таковых, нет ничьих. У них, опять же, много пропущенных мячей. Мне кажется, Нант на этом очень хорошо может сыграть. И добыть сегодня себе 3 очка. Фора нулевая на Нант сегодня смотрится. Астанвилов, Фулхам. Обе команды близкие сейчас по духу друг к другу. Им нельзя играть на, как вам сказать, играть на ноль. В том плане, что нельзя отсидеться в обороне, чтобы ничего не делать. Нет, у обеих команд пропускают много мячей. Забивают много мячей. Здесь должна быть такая игра, знаете, кто больше забьет, что ли, не знаю. Там кто, ну, то есть, в таком каком-то ракурсе. Потому что я просто реально не верю, что такая игра может закончиться ноль-ноль. Вот не верю. Во-первых, потому что нужно набирать очки. Да, да. И каждая из команд, в принципе, как таковая, должна сегодня показать свой футбол. Ну, то есть все. Бристоли сети Литц. Литц сейчас показывает, что они странно играют. Так скажем, они проигрывают игру за игрой. Бристоли же играет иначе. Несколько плюс Бристоль дома. И коэффициентом до двушки. Это лайф 20 минут. И будет уже 2 коэффициента. Вот. То есть, если вам, опять же, это интересно, можете в таком ключе это рассматривать. Та же самая ситуация с Унион Берлина и Роттерфюрт. Только там, если хотите коэффициента 2, только нужно будет подождать столько... Подождать дольше нужно будет. Собственно, лично я что буду делать? Так как все матчи вообще в разное время, я посмотрю игру Челси-Водфорд. Ну, это однозначно. Причем уже скоро. А потом я посмотрю, если... Валенсию-Сивилию и Нандгингам. Вот для меня это самые главные сегодня игры. Самые главные. То есть, Челси-Водфорд, Валенсия-Сивилия, Нандгингам. Все остальное как получится. То есть, в лайве может что-то там в 5 часов будет. Еще что-то. В Эсброммич, да, будет играть параллельно. Но мне все-таки более перспективен матч Валенсия-Сивилия. То есть, если Саулгенсон в Эсброммич это интересно. Потому что коэффициент непонятно почему только здоровенный. То Валенсия-Сивилия по-другому интересен в силу ставки. То есть, если вот у меня там будет выбор, да. Опять же, ставить на Вэсброммич и ставить на Валенсию. Да, при... Ну, так скажем, я буду доволен обеими этими командами. Я все-таки выберу Валенсию, естественно. Нежели чем Вэсброммич. Вот такой вот момент. Ну, в общем, посмотрим. Как будут развиваться события в лайве. Завтра я вам, как обычно, обо всем расскажу. Так что, никуда не торопитесь. Сегодня довольно странный день. В плане того, что, ну, в подборе матчей и в сложности. Это правда, сегодня сложно. И нужно быть очень внимательным. И конкретно для себя прям четко определить, что вы будете смотреть. То есть, как я, например, да. Это Челси-Отвард. Валенсия-Сивилия. Геннам Генгам. Очевидно. То есть, конкретно разграничено все. А все остальное это уже лайв. Там, как получится. Во-первых, все матчи будут в разное время. Это 14.30, 19.30, 21.00. То есть, ну, абсолютно все в разное время. Вот. И я хочу сегодня реально посмотреть на игру Валенсии. И хочу посмотреть на игру Генгама. Это правда. Потому что это, опять же, перспективно сейчас. Вот. Такой момент. Ну, а после игры Нанта отправлюсь отдыхать. Так как сегодня суббота, как они как. Нужно проветривать голову. Ну, и все остальное. В общем, всем спасибо. Никуда не торопитесь, пожалуйста. И будет у вас все прекрасно. Что касается дня сегодняшнего, друзья мои. Эвертон, Арсенал, это неинтересно. Потому что, как вы понимаете, что Эвертон проблемы невероятные. Арсенал тоже, ну, блин, нет. Куда? Нет смысла. Тоттенхэм, Ливерпуль. Объясняю. Смотрите. Как мы понимаем, что, скорее всего, сегодня состав прям будет бомбовой такой у Тоттенхэма. Но нет Садио Мане у Ливерпуля. У него не дисквалификация, а мышечная травма. Интересно. Ну, в общем, ситуация следующая. Смотрите. За 8 матчей Тоттенхэм смог набрать 17 очков. Учитывая то, что наверху, ну, над ним находятся 2 Манчестера, у которых там супер составы. Это очень хорошо. Ливерпуль за эти же 8 игр набрал 13 очков. И как он эти игры провел там? Сыграл с Ньюкаслом 1-1, с Манчестером 0-0. Ну, здесь, как бы, знаете, Манчестер, так скажем, позволил это сделать. Но Манчестер точно так же играл вчера против Хаддерсфилда и проиграл. Так что здесь мы видим то, что 50 на 50. То есть мы не можем склонить эту ничью в сторону Ливерпуля. И так же, ну, здесь, мне кажется, обе команды получили там по одному очку и довольно должны. С Ньюкаслом сыграли 1-1. С Лестером там выиграли 3-2, собственно, да. С Сибирли сыграли и проиграли Манчестер-Сити. Ну, здесь, как бы, Садио Мане, привет, скажите. Далее. Мы видим то, что по забитым мячам у них одинаковое количество. Ну, практически даже у Тоттенхэма больше. Учитывая то, что у Ливерпуля атакующая линия, в принципе, выше. У них больше футболистов, так скажем, для этого. То есть у них, по большому счету, вообще вся атака, ровно так же, как и полузащита, она играет, ну, так скажем, на эти забитые мячи. То есть у них нету какой-либо другой задачи. То есть это чисто атакующая команда. При этом это и плохо для них, потому что 12 мячей пропустили они. Тоттенхэм по-другому играет. У них абсолютно другой баланс и другой рисунок игры. И я помню, как они играли с этим самым, с Манчестером, с Реал Мадридом. Я смотрел эту игру, я ставил на Тоттенхэм, ну, имеется в виду на гол. Вот. И Тоттенхэм ничем не хуже играл. Мне очень важно было посмотреть, насколько Тоттенхэм справится с Реал Мадридом. И они сделали очень... Они играли ничем не хуже, потому что многие скажут, вот, Тоттенхэм забил с автогол. У Тоттенхэма было много моментов. И они их не реализовали. То есть, в общем, так скажем, если по простым языком, они наиграли себе на гол. Так же, как и Реал Мадрид наиграл на гол. Причем на два даже наиграл. Но, тем не менее, Роналду забил с пенальти, и все. Больше ничего. В этом матче не было. 1-1. Вот, давайте это посмотрим. Есть то ощущение, что я что-то не то сказал. Нет, все. То есть, Ария, в общем, Варан забивает, и Роналду с пенальти. Все. Но 1-1-1. И пускай, конечно, там, владение мячом там в некоторых моментах у Реала Мадрида было выше, но это никак не помогло. И штанги там были, и Бензема не попал. Вот оно и говорит. То есть, Тоттенхэм на свои моменты лучше реализовывает, нежели чем в том матче Мадридский Реал. Да, они больше создают. Это понятно. Они на Сантьяго Барнабе играют. Еще бы нет. В общем, сегодня, блин, чем мне нравится Маурисио Почеттино? Тем, насколько он сейчас грамотно разбирает соперников своих. И у него получается это делать практически со всеми. И сегодня в рамках английской премьер-лиги они, во-первых, играют дома против команду, которые тоже высоко атакующие линии, тоже очень быстрые ребята, но, тем не менее, они много пропускают. Возможно, голы в обе стороны в этом матче. Вероятно, вполне, опять же. Ливерпуль там может совершенно забить, конечно. Но в плане итога игры, я же все-таки считаю, что Тоттенхэм должен брать вверх в данном матче, а именно побеждать. И я буду рассматривать победу Тоттенхэм, вернее, фору нулевую на Тоттенхэм. Коэффициент позволяет это сделать. И по, так скажем, фактам, которые сейчас есть у нас с вами перед глазами, это более чем возможно. Безусловно, Ливерпуль тоже там не дураки и так далее, но они, опять же, как я говорю, они не могут перестроить свою оборону. То есть до того, как не начнется трансферное окно зимнее, в обороне у них ничего не поменяется. Либо какого-то там игрока нового возьмут и у себя там где-то из молодежки, там, не знаю, из своих, так скажем, резервов. Но пока этого не происходит. Пока у них вот 13 забитых, 12 пропущенных и 8 место в турнире таблицы. Пока что так. А Тоттенхэм стабильно уже сколько сезонов играет хорошо. Три, по-моему, сезона. А Ливерпуль также стабильно играет, много забивает и много пропускает. Причем от всех подряд. Поэтому я считаю, что Тоттенхэм сегодня грамотно подстроится под Ливерпуль. Как они это постоянно делают под разные команды и сможет победить. Так что фору нулевую я на Тоттенхэм буду рассматривать сегодня. Дальше. Фрайбрук, Герта, это неинтересно. Да, это неинтересно. Вольсбург, Хофенхайм. Здесь ситуация следующая. Я вам сейчас сразу все объясню, чтобы вы понимали. Очень важен такой, знаете, менеджмент в ставках. Объясняю. Смотрите, Хофенхайм сегодня играет против Вольсбурга. Но Хофенхайм сыграл две игры следующим образом. 2-2 с Аутсбургом в домашнем матче. То есть это как бы показывает то, что команда не в форме. Они выигрывали, по-моему, если не ошибаюсь. Но потом все-таки, да, они два раза выиграли, два раза упускали преимущество. Да, там даже с автоголом. Но, тем не менее, понимаете, неважно, как был забит гол в этом самом букмекере. Его тоже считает, правильно? То, что вы не можете сказать букмекеру, блин, там был автогол, не засчитывать этот гол. Так это ведь не работает? Нет. И проиграли они Фрайбургу. 3-2 в гостевом матче. Собственно, это не показывает нам с хорошей стороны в Хофенхайм. Вообще ни разу. Вольсбург, понятное дело, ни разу не Аутсбург, ни разу не Фрайбург. Учитывая то, что, да, Фрайбург там еще хуже играет. Но тем не менее, Фрайбург смог их выиграть. Вот. Уольсбурга много ничьих на данный момент. И, да, окей, здесь коэффициенты тоже интересны. Но, тем не менее, опять же, есть некоторые проблемы с Анетамирией. Не будет Гнабриев. Вероятно. Не знаю точно, опять же, есть шанс, что там они сыграют или нет. Плюс, если они в подвешенном состоянии, значит, они не в идеальной форме. И Хофенхайм вообще весь не в идеальной форме. Поэтому ставка там на Хофенхайм, который, знаете, всем прям, наверное, очень хочется сделать. Она под большим таким знаком вопроса. Я вот здесь вам его рисую. Под большим знаком вопроса. И что буду делать я, если вообще буду иметь возможность смотреть данный матч? Потому что, скорее всего, я не смогу сегодня вообще ничего посмотреть, потому что я буду занят вечером. Но не суть. Что бы я сделал? Как бы я поступил? Я бы, скорее всего, поставил на Тоттенхэм фору нулевую. Скорее всего. Опять же, да. То есть, давайте сейчас берем такой расклад, что быстро голов нет, ничего. Скорее всего, поставил бы на фору нулевую Тоттенхэма. И если бы Тоттенхэм выигрывал, да, к примеру. То есть, я понял, да, что Тоттенхэм выигрывает. Или даже ничья, ничего страшного. Самое главное, что Ливерпуль, да, там, ну, короче говоря, ничья ли победа Тоттенхэма? Все, я больше бы ничего не делал, скорее всего. Вот ничего больше бы не делал. Если Ливерпуль сегодня побеждает, то скорее, то я бы рассматривал бы Хофенхайм, но только в том случае, если у них будет точно 100% полный состав. Если хотя бы кого-нибудь не будет в основе самого начала матча, то есть не на скамейке, а именно в основе, я даже смотреть на это не буду. То есть, я говорю, это очень, все эти мелочи, они очень важны. Так что ситуация следующая. Если Тоттенхэм побеждает, все прекрасно, все, классно. Потому что матчи как раз идут вот в разное время, в 18, в 19, ну, то есть разница в час. И когда начнется, ну, то есть они полностью сыграют весь первый тайм, да, и начнется второй тайм как раз таки, когда начнется вообще игра вот этого самого. Это идеально для того, чтобы понять, что нужно делать, собственно. Поэтому объясняю. Фору нулевая на Тоттенхэм, ну, если меня все устроит в данном матче в начале его, и, ну, и не будет быстрых голов, фору нулевая на Тоттенхэм. Хотя здесь, в принципе, можно поставить и прямо до матча, имею в виду, что там за 5 минут до начала, либо прям в самом начале матча, но опять же, как вам нравится, да, как вы там решите, ну, и как я решу тоже сегодня, посмотрим. Потому что, опять же, я, скорее всего, буду занят в это время, и у меня не будет возможности вот так сидеть перед монитором и смотреть игру. Вот. Вот. Объяснил. Надеюсь, уверен, что вы меня поняли. Сельто Атлетико нет. Опять же, Сельто еще какие-то резвые пацаны нет. То есть у них... Объясняю, опять же. Они довольно много забивают. Даже больше, чем Атлетико на данный момент. Атлетико мало пропускает, конечно же. Меньше, почти меньше всех в чемпионате после Барселоны. Но. Ну, ну, ну. То есть Сельто крайне высоко атакующая команда. То есть у них очень много забитых мячей. Учитывая, что они находятся на 10-й строчке. То есть это самый такой... А, не самый большой. Соседат еще больше. Ну вот. То есть это крайне опасный такой момент. Да, скорее всего, там Атлетико победит. Вору нулевая смотрится на это. Но не в данном контексте, опять же. Не с такой командой. Я не стану лезть сюда. Леганос Атлетико тоже не. Атлетико неинтересно. Ну, ну, Мадридский Риал Эйбар тоже нет. Аталанта, Беневенто, Милан, Дженова нет. Хотя, подождите. Нет. Спал со Суоло. Господи. Спал со Суоло. Это же прям порнография какая-то. Тарина Рома. Вот это интересно. Даже учитывая, что не будет Белотти. А, нет, неинтересный. А я думал, я самый умный. Так, ладно. Удинезе, Ювентус. Нахер. Лацио, Кальяри. Ну, понятно. Дальше. Урал, Ахмат. Три, дри, 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 дри. Нет. ЦСКА, Зенит. Ха. Интересно. Ну, такой, думаешь. От Зенит, да, интересно. А потом, бах. Зенит дома проигрывает Арсенал Тула. Арсенал Тула. В жизни так бывает. Ну, ну, понятно дело, да, что Зенит играл после. Вернее, до этого матча. Короче говоря, с Арсеналом, а потом играл против Росенборга. Так скажем, хотели аккуратненько сыграть ничейку, либо там на минимальную победу и проиграли при этом. Да, ну и выиграли Росенборг. То есть, это как бы классическая такая, ну, классическая жанра. Ну, а ЦСКА, как мне рассказывают, вообще играл ужасно против Базеля. Особенно в конце игры там вообще было смешно. Вот. Все-таки в данном матче я бы рассматривал Зенит, опять же, учитывая, ну, вообще возможности Зенита. Они, во-первых, забивают там значительно больше. Пропускают меньше. Да, это, ну, вот эта последняя игра, она, конечно, ну, выбивается вообще из всего. Это первое поражение, но это нормально, да. Когда-то должны же были проиграть, ничего страшного. То есть, учитывая всю мощь Зенита, учитывая тренера Зенита Манчини, учитывая то, что эта игра принципиально важная для Зенита. В том плане, что, ну, это, так скажем, против прямого конкурента практически. И победа сегодня, ну, плюс три очка и сохранение первого места, потому что Локомотив как-никак на пятки давит. Да и сам ЦСКА, в принципе, довольно близок, ну, к этой Лиге Чемпионской зоне. Сегодня очевидно, нужно побежать к Зениту. И как бы они там не хотели, да, ну, необходимо играть на максимум. Вот, на максимум. А мы видим то, что не цыгает Загоев. Вот, если у вас есть проблемы тоже там в оборонительной линии. Поэтому все-таки сегодня я бы рассматривал Безнит, конечно же. Ну, их фору нулевую в данном матче. Очень может быть, что это, ну, что я действительно сделаю такую ставку. Ну, очень вероятно. В общем, посмотрим. Завтра расскажу. Труа ли он? Нет. Ну, в принципе, тогда и все. Только Чемпионшип остался у нас. Один матч. Чисто. Ну, он уже скоро начнется, да? Ну, нахер. Что-то я вообще не догнал сейчас. В общем, товарищи военнослужащие, сегодня у нас с вами получается несколько матчей. Сколько их? Три, что ли? Да, три. Какая ситуация? Так, скажем, первый матч ЦСКА из НИТ, который я 100% не посмотрю. Потому что, ну, банально, я в 4 часа буду стричься, да? То есть, я не смогу посредить данный матч. Ну, и дальше у меня дела. В общем, я рассматриваю все-таки при этом, да? Зенит, фора нулевая. Я вам бы объяснил сейчас, почему. То есть, это довольно интересно смотрится. Дальше. Тоттенхэм, Ливерпуль. Тоттенхэм, фора нулевая. Опять же, объяснил, почему не буду повторяться. И Хофенхайм, но только в том случае, в том случае, если Тоттенхэм проигрывает. Да, понятное дело, что к этому моменту, когда матч начнется, Хофенхайм, Вольфсбург, матч в Тоттенхэм, Ливерпуль еще не закончится. Но вы уже сможете посмотреть первый тайм и вообще на его результаты. По-хорошему бы я, опять же, вообще бы убрал матч в Вольфсбург, Хофенхайм. Ну, правда, убрал бы его. Потому что он очень такой проблемный. Очень проблемный. Но, тем не менее, опять же говорю, если Ливерпуль все-таки выигрывает, да? Если видно, что Тоттенхэм, так скажем, не справляется. Опять же, вы будете игру смотреть. Вот. То тогда можно что-то рассматривать, там, не знаю, на Хофенхайм. Но, на самом деле, можно по-другому немножечко подойти. Допустим, вы смотрите матч с ВСК Зенита. Проблемы с его просмотром не будет. Ну, и просто быть не может. В общем, вы смотрите матч с ВСК Зенит. Вы, допустим, ставите на фору нулевую Зенита. Зенит побеждает. Окей. Дальше, как раз-таки, вы смотрите матч Тоттенхэм-Ливерпуль. Тоттенхэм тоже играет хорошо. Тогда Вольфбург-Хофенхайм вообще нахер не нужен матч. Вот такой вот момент, собственно. Все зависит от того, как вы будете управлять вот этим своим игровым временем. Так что, я думаю, вы меня поняли. Так что, удачных вам ставок сегодня. И завтра я вам расскажу, что я сделал, чего я не сделал и что хотел сделать.